Добрый день, дорогие друзья! Группа компании ДЕНОС представляет очередную новинку выносной терапевтический электрод для стоп ДЕНОС РЕФЛЕКСА. Электростимуляция стоп применяется в физиотерапевтической практике давно с целью получения сосудистого, общерегулирующего, седативного эффектов. Однако, до недавнего времени самостоятельная обработка стоп встроенными электродами была затруднительна, особенно для пациентов пожилого возраста, лиц с избыточным весом. Сейчас эта проблема решена. Новый электрод для универсальных аппаратов ДЕНС-терапии выполнен из инновационного ударопрочного материала токопроводящего пластика. Он представляет собой квадратную платформу с возвышением в центре, покрытую закругленными шипами. Такая конструкция позволяет добиться плотного контакта со всей поверхностью кожи стопы, включая свод, что существенно повышает эффективность ДЕНС-терапии. Кроме того, шипы оказывают механическое раздражение рецепторов кожи подошв, что позволяет получить дополнительные эффекты. Показания для динамической электронейростимуляции с помощью ДЕНС-рефлекса можно условно разделить на две большие группы. Первая большая группа показаний – это когда нам нужно получить местные эффекты. Это прежде всего ортопедические проблемы, например, заболевания суставов стопы, артроза, артриты, подагра, плоскостопие, вальгусная деформация, когда люди говорят «косточка выросла», травмы и другие проблемы. К местным эффектам относятся и сосудистые проблемы. Это заболевания вен, например, хроническая венозная недостаточность, сопровождающаяся ощущением усталости, отечностью ног, усиливающейся к вечеру. Это варикозная болезнь и другие проблемы. К сосудистым показаниям относятся и нарушения притока артериальной крови, так называемые окклюзионные болезни – атеросклероз, эндортериит, диабетическое поражение стоп, включая трофические нарушения. Кроме того, денстерапия показана и при нарушении лимфатического оттока, так называемом лимфостазе. Электростимуляция широко применяется при поражении периферических нервов нижних конечностей, как радикулярного, то есть при патологии позвоночника, так и диабетического происхождения. Второй большой группой показаний для применения ДНС-рефлекса являются состояния, когда нам необходим общерегулирующий эффект. Кроме того, на стопах по классической системе СУДЖОК проецируются все внутренние органы. Поэтому показаниями для денстерапии стоп являются такие недомогания, как синдром хронической усталости, состояние психоэмоционального, умственного, физического перенапряжения, упадок настроения, синдром тревоги, депрессия, частые головные боли, нарушение сна и многие другие проблемы. Применение ДНС-рефлекса делает процедуру динамической электронейростимуляции максимально удобной и комфортной для пациента. Нужно подключить электрод к любому универсальному аппарату ДНС-терапии, разместить стопы на платформе, как демонстрирует наша модель, и выбрать нужную программу стимуляции. И, конечно, не забывайте о гигиене. Материал, из которого изготовлен ДНС-рефлекса, позволяет обрабатывать электрод любыми дезинфицирующими средствами. Делать это надо после каждой процедуры. И, как обычно, я желаю вам здоровья с продукцией группы компании ДНС. ДНС-рефлекса